Ну что ж, кажется, что вроде детям мультики смотреть, да, да, какие-то там задачки школьные решать. Но нет, современная молодежь заботится и смотрит в будущее основательнее, чем наши с тобой, Анна Поколенко. Я бы сказала, не просто смотрят, а они уже принимают вполне себе серьезные, серьезные, обдуманные решения. И берут на себя такую нелегкую ответственность, в общем-то сказала, да, львиную долю ее. В этом и помогают, да, люди совсем уже скоро запускается интенсивная школа Краевого парламента, которая проходит ежегодно. Вот очередная серия подошла уже, но подробнее об этом расскажет куратор Краевого школьного парламента Елизавета Криволодских и Алиса Суетьна, лидер Девногорского школьного парламента. Доброе вам утро. Доброе утро. Спасибо большое, что примчали к нам из Девногорска. Ну, видимо, для тех, кто в парламенте состоит, встать рано, рано, не такая уж и проблема. Больше дел можно успеть сделать. Ну что ж, давайте о проекте, именно интенсива. Всем понятно, Краевой школьный парламент, что это за такое, ну, в общих частях объединения. А что за интенсив там такой? Ну, Краевой школьный парламент это региональное детско-юношеское общественное движение, которое объединяет в себе более 60 иммуниципалитетов, и школьники со всего нашего края съезжаются на наши интенсивные школы. И в формате 24 на 7, 5 дней в неделю мы занимаемся на базе, у нас приезжают различные эксперты, мы изучаем общественно полезную деятельность, как это происходит, мы учимся социальному проектированию, также у нас есть и медиа-бизнес-проектирование, и узнаем, что такое фандрайзинг, например, что такое краундфандинг или краундсорсинг. То есть наши ребята такими словами оперируют. Хорошо, давайте, Алис, какие скиллы, если вы оперируете всеми этими словами, да, получаете в интенсиве? Вы его уже проходили, наверное? Что уже пришлось решать? Да, я посетила две смены, то есть я отучилась год. И вот знаете, это очень помогает в общении с людьми, то есть ты уже понимаешь, как где нужно себя вести, как с кем общаться, как даже по телефону разговоры вести, да, как письма писать. То есть это все очень хорошо, да. То есть это такое больше деловое общение, этикет и его правила, правда? А с кем, получается, конкретнее уже успели пообщаться? Это обычные люди, это может быть какое-то, я не знаю, представители правительства. И что от этого общения, какие результаты получились? Ну вот, например, я больше всего общалась в своем Девногорске, с администрацией мы общались, там, мы... Что придумали, что-то принимали, партнерами. Какие-то проекты хотя бы, уже есть, знаете, так скажем, проекты в проекте, это не будет автологии. Ну вот, например, вот мы сейчас реализуем одну игру, и мы тоже договаривались с администрацией, чтобы ее провести. Это игра о ВЛКСМ. Да, то есть будет 100 лет ВЛКСМ, и мы сейчас проводим игру. Вот скоро совсем она стартует. Как реагируют сверстники на то, что вы, вот, скажем так, они, наверное, понимают, что это... Ой, ничего, Алис, ты что, в политику ударяешь? Да, что серьезно какая-то дама оказалась, конечно, по-моему, в Матвеевке, в Молосики шутят, наверное, да? Ну, вообще, да, шутят. Ну, как бы, не обращаешь на это внимания, потому что душа к этому лежит, как бы, да, хочется этим заниматься. А мне вот интересно, а как как раз-таки взрослые реагируют, потому что, ну, кажется, ну, это же школьники, там, что они сказали, да забыли мы. Ну, они могут быть безответственными, допустим, да, и так далее. Да, не решать до конца какие-то задания. Или там загорится, а потом, ну, по-детски, так скажем, юношеский запал и максимализм девичьей проходит, и остается в зачатии вашей деятельности. Конечно, Рич, такое бывает, сначала это все необычно, как эта девочка 15 лет приходит с проектом, просит какой-то поддержки, помощи и разговаривает о серьезных вещах на серьезном языке. Некоторые это воспринимают, как из ряда вон выходящие вещи, но мы так подготавливаем наших ребят, что они за период общения ставят себя так, что все уважают и воспринимают серьезно. А вот от года от года чем интенсив меняется ваш? То есть что привносится к ноу-хау? Да, конечно, каждая школа, она уникальна, потому что она разрабатывается по-новому в связи с новыми стандартами и новым течением времени. Потому что, чтобы оставаться в тренде среди школьников, надо постоянно прокачивать себя. И то, что было актуально 5 лет назад, 2 года назад, не работает сейчас. Ну вот в этом году что ждет ребят, которые присоединятся к вам? В этом году у нас парламент разделился на несколько подкатегорий. У нас будет отдельно школа социального проектирования, школа лидера и школа для детских общественных организаций. Раньше это было все три в одном, а сейчас для каждого направления своя образовательная программа. Ну такая, это знаешь, как в УЗИ специальность можно выбрать, или специальность. Да, магистратура. И также в рамках деятельности парламента у нас есть план-карта, где все наши акции краевые фиксируются, и в течение года ребята их притворяют в жизни. Например, ближайшая акция – это чистый город, красивый город. И вы следите, да, за как-то выполнением реализации данного личного? Это штаб-квартира, это самоуправление, ребята курируют, ребят, территории, и, конечно же, мы им помогаем всячески. Ну, наверное, расскажите, каким образом попасть, как поучаствовать, и каждый школьник может это сделать. Это может сделать каждый школьник, который обучается или в школе, или студент в техникум о первых курсах с 12 до 18 лет. Краевой дворец пионеров, отдел социального творчества. В начале сентября мы проводим набор, можно отправлять заявку абсолютно с любой территории Красноярского края, обучаться дистанционно и затем приезжать на интенсивные школы. А подробности по телефону 212-2561. И код города 391. Всем спасибо огромное за просвещение наших взрослых о необычных форматах школ с таким социальным оттенком положительным. Учитесь, Анна, как звучало, Владимир Ильич. Да, хочется, на самом деле, быть после таких школьников, но точно уверена, что будущее нас ждет самое, что ни на есть, прекрасное, и все какие-либо вопросы будут уж точно решаться. Еще раз представлю гостей Алиса Саятина, лидер Девногорского школьного парламента и куратор этого самого парламента, Елизавета Криволуцких, спасибо вам большое, вам удачи, успехов и чистого города. Да, отличных проектов. Ну, у нас далее мы вернемся в Утреное Несе, пока сейчас узнаем инсайдерскую, раз ребята оперируют такими словами, информацию. Запишемся в тьютеры, я не знаю, кураток. Будем всех курировать, направо и налево. Да, мы буквально вернемся через пару минут к вам.